здравствуйте это программа городские встречи меня зовут максим васильев стартовал новый учебный год с какими планами в него вошел рязанский государство университет узнаем у сегодняшнего гостя исполняющего обязанности ректора рязанского государственного университета олега андреича сулица здравствуйте здравствуйте итак олег андреич несколько дней назад стартовал учебный год с чем шагнул в него ргу но мы шагнули в него самое главное позитивно с улыбками наших первокурсников шагнули в него очно что сейчас очень важно для нашего вуза выйти из вот этой спячки некоторых процессов и снова мы стали сразу заниматься обновлен обновленной стратегии и вообще концепции роли вуза в регионе также сейчас на повестке это быстрое сближение с студенческим сообществом создание новых пространств ну и конечно же в создании больше возможности для преподавателей это из новых заработок за счет участия в нужным для вуза проект проектах не могу не спросить о приемной кампании как и с какими результатами она завершилась много ли студентов пополнили ряды ргу вы знаете мы почувствовали что все больше и больше абитуриентов их родители доверяют вузу в целом каждый седьмой поступивший в ргу это представители москвы и московской области в нашу дружную команду ргу сейчас влились порядка тысячи абитуриентов это будущие юристы будущие предаватели языка спортсмены и управленцы те кто будет заниматься статистикой традиционный вопрос какие направления в приоритете у абитуриентов теперь уже студентов если смотреть по количеству заявлений то здесь у нас лидер был в этом году это юриспруденция потом преподаватели иностранных языков также популярна была социология ну и статистика на технические специальности вы знаете традиционно конкурс не очень большой потому что и выпускников школ которые сдавали такие экзамены не так не так велик учитывая что у нас есть и более профильные вузы в этом направлении конечно здесь не такой большой конкурс лето естественно был насыщенным у студентов ргу сам университет что-то предлагал им для вуза лето студентов это огромное количество всяких действов связанных с организацией практик то есть практика сейчас это не просто вот тебе путевка в лагерь иди езжай делай это работа преподавателей по созданию таких мест у нас более 200 партнеров мест практики для студентов то есть это и лагеря это и специальные скажем так места для изучения лабораторных работ определенных тоже то есть и географически еще что то но для вуза второе направление это уже наши условия то есть то что мы создаем в лагере полянка который у нас находится клепяковском районе вот недалеко от пожаров которые у нас идут заканчивается уже здесь вот важно что в в лагере мы сейчас обновляем мы немножко добавили дизайну до свежести создали там пространство дополнительные освещенные и в летем летом там были лидерские смены традиционные с одной стороны была новая экологическая смена для студентов и конечно же это база практики для наших географов и экологов вы сказали в начале нашего интервью о том что пересматриваете место рг у стратегическом плане да каким оно должно быть вот на ваш взгляд какую сторону двигаться нужно ну первое это вуз должен быть партнером мы определили так с коллегами с нашими внешними консультантами изучив наш опыт и наши возможности это партнер для региона города партнер для бизнеса партнер для образовательного сообщества для студентов и для наших для внешнего сообщества я говорю глобальное и федеральное как скажем вуз который несет вот эти традиции сохранения культурного кода но в целом мы хотим быть генераторами таких полезных технологий полезных образовательных продуктов полезных научных инициатив это вот то есть такое главное в полезности наших действий которые мы хотим дарить всем вокруг вот эти полезные инициативы они будут уже в этом году применяться в на практике вот что ожидает студентов ргу в этом году студентов как как партнеров наших сейчас тревожит необходимость создания вот их социальных пространств сейчас часто общаясь со студентами одна из таких линий вот линии которая идет от студентов к руководству это больше пространство для репетиции для встреч социальных мы сейчас нашли возможность на первой линии это первый этаж университета напротив кафе сделать пространство для студентов сейчас мы освободили практически уже осталось немножко каких-то решений на следующей неделе собираемся со студентами чтобы продумать функционал и надеемся что ко дню университета будет новое пространство для студентов не могу не спросить про материальную базу ргу вот что с ней она прибавила или же убыло но сказать что материальную базу убыло так мы не можем сказать то есть конечно мы сейчас стараемся работать с теми ресурсами которые есть смотреть как можно где-то оптимизировать сделать более доступными и эффективными мы постоянно с этим работаем такая ежедневная работа вот но мы также надеемся что у нас будет не просто больше вот этих пространств которых я говорил но еще у нас сейчас идет капитальный ремонт одного из трех общежитий то есть у нас три общежития всего и вот на урицкого в центре города у нас сейчас уже начался капитальный ремонт общежитий надеемся что студенты у нас уже после нового года войдут совсем в другое пространство и вот наша материальная база пополнится как бы по сути новым зданием нового в новый формат но сейчас неудобства не испытывают студенты которые жили вот в этом ремонтируемом здании но они получается у нас конечно есть определенная комплектация то есть в тех общежитиях которые которые у нас есть но мы благодарны нашим партнером в регионе другим вузам которые также разместили часть студентов вот конечно неудобства всегда есть но мне кажется выход из зоны комфорта это как раз одна из тех точек которые учат студенчество то есть стать уже более таким самостоятельным человеком не могу не согласиться с вами вот студенты вот любят и внеучебное время быть в университете много разных конкурсов пространство как вы сказали да условия эти будут расширяться да да конечно то есть здесь вопрос еще а именно это правильно спросили про мероприятия за наполнение про пространство мы уже сказали чем наполняем значит мы усилим работу в тех направлениях которые традиционно еще не были в ргу активными то есть это медиа то есть формирование вот этих навыков студенческого медиа мы создаем медиа центра студенческий вот надеемся что запустим студенческое телевидение вот к декабрю также у нас экологические проекты вообще проектная деятельность больше таких знаете интеллектуальных игр где мы соревнуемся никто дальше или выше и громче а именно кто интеллектуальнее может аргументирование доказать свою точку зрения вот такие эрудирование эрудирование в том числе что касается спорта он всегда был в приоритете но победы в международных спорта кидах это подтверждает сейчас эти возможности для занятия они улучшились вы знаете у нас действительно тот вуз который готовит профессиональных спортсменов поэтому для нас сказать что мы хуже лучше относимся к спорту это ну то есть не серьезно мы всегда хотим развивать спортивные составляющие помимо этого мы обсуждали с профессорами так знаете концепт выпускника ргу и мы решили что вот экологичность преподавателя и студента то есть сейчас выпускника то есть студента потом выпускника и дай бог будущего преподавателя это вот его спортивная составляющая какая мы не говорим что он должен быть мастером спорта но как-то вот все таки спортивно мыслить поэтому для нас это важно что у нас есть мы сейчас были созданы в прошлом году ряд спортивных объектов вне вуза это рядом с общежитием рядом с бассейном и так далее здесь мы хотим их наполнять больше то есть усилить их наполняемость как-то что сезонная история то есть именно сейчас осень весна то есть зимой здесь сложнее второе мы сейчас много работаем обсуждаем над концепции бассейна нашего который в первую очередь это мы хотим сделать его более социальным мы сейчас как раз разрабатываем более гибкие вот эти финансовые возможности для семей с детьми и без детей вообще для детей это раз и второе мы уже запускаем через неделю бассейн он будет работать теперь ежедневно то есть это ежедневно прекрасно ну не можем конечно обойти сторону науку многих ученых ргу приглашали на передачи как развивается вот это направление преференцию молодых ученых есть какие знаете об этом все больше больше говорится с одной стороны но с другой стороны и делается то есть у нас вот за запущены программа уже второй год по поддержке молодых ученых это финансовая поддержка то есть идет конкурс таких молодых состоявшихся ученых которые серьезную получают поддержку от вуза мы сейчас хотим добавить микрогранты то есть это то что вот ведет студентов к молодым ученым этот мостик начальных начального и мы также хотим вот то что я говорил до этого вот это вот добавить состязательности интеллектуальные которые немножко будет добавлять конкуренцию конкуренции то есть вот ценности именно к исследовательской деятельности какому-то то есть знание ценно больше чем пустота что-то вот я бы сказал что в такую сторону то есть получается ценность знания повышаем среди студентов то есть не только ценность каких-то поездок еще что то именно ценность того что ты знаешь больше чем другие разбираешься анализируешь вот поэтому здесь так вот концептуально но самое главное мы не не можем жить без связки молодой ученый в отрыве от лидера научных школ то есть наши звезды мы так называем вот со вчерашнего дня наши топовые профессора преподаватели известные многие во всем мире то есть это вот связка именно молодые плюс нас там молодой ученый плюс наставник всегда поэтому к ним особо то есть система наставничества она будем только развивать развивается возвращаясь к приемной комиссии вот в количественном отношении студентов стало больше или меньше вот план добран скажем так значит мы выполнили все цели которые мы поставили то есть это полностью закрыли все контрольные цифры приема здесь никаких проблем нет мы финансово тоже выполнили все план как мы хотели в общей но по количеству есть небольшое снижение это связано с уменьшением бюджетных мест это порядка 50-80 человек снижения но она такой знаете не не критичная не то есть не то что влияет на судьбу вуза или судьбу каких-то направлений это рабочий момент хорошо вы говорили о том что это уже можно воспринимать как вуз партнер да вот для общества и для бизнеса для молодежи вот эти связи как их нужно развивать и как налаживать новые я вижу единственный только способ это это пошаговая работа на каждом этапе маленькими шагами то есть но качественно везде то есть не заявлять громкие лозунги вот а потом как-то быть разочаровывать наших коллег а постепенно работать наш вуз уже интегрирован конечно в регион то есть это не на пустом месте это мы делаем наши преподаватели имеют много личных связей внутри региона в ней и внешне в мире то есть в том числе но вот именно такие более часто еще взаимодействия то есть они должны быть не редкими а вот более часто мы работаем углубляем связи с нашими партнерами с высшей школы экономикой с топовым музеем то что нам нужны компетенции для кадрового резерва мы будем улучшать наши связи с региональным правительством нам хотелось бы быть опорой для региона и дальше знаете как двигаться вместе в тех областях где мы можем быть действительно поддержкой где мы можем быть действительно даже где-то лидерами этих вот образовательных и других технологий да вот в разговоре вы упомянули более тесные связи с региональным правительством вот можно как-то ли направить вот эту энергию в некое сотрудничество целевого направления чтобы выпускники получали работу уже там я не знаю в правительстве в каких-то структурах более плотнее потому что это наверное в первую очередь заботит выпускников где я буду работать сколько буду получать и так далее да вы знаете вуз готов к этому вуз готов к этому диалогу вуз сотрудничает и с правительством по поводу трудоустройства вот но здесь наверное мы вот как драйвер педагогического например направления мы понимаем что мы готовим большое количество преподавателей генерируем но многие ребята просто не идут в профессию и здесь мы видим например помощь региона в работе в связке над этим вопросом то есть это мы регионы конечно же школы то есть куда идут наши потом выпускники здесь в связке можно сделать действительно показать нужный регионный результат то есть вот именно например если в том числе если мы являемся опорой в каких-то проектах например там фармацевтических в социологических то есть здесь те наши молодые ученые которые участвуют либо выпускные выпускные уже курсы которые участвуют в проектах они имеют шанс дальше трудоустроиться в предприятиях в организациях именно по этому профилю то есть проектные вот эти показать себя через проект и дальше работать если есть такая возможность и такая связь она будет только усиливаться только усиливаться ну что ж хорошо спасибо вам большое удачи вам в ваших начинаниях я напомню что о том как ргу вошел в новый учебный год мы говорили с исполняющим обязанности ректора олегом андреевичем с улицы спасибо до свидания